Итак, друзья, в этой финальной части мы с вами поговорим о том, как анализировать и прогнозировать рынок. Базовые понятия, базовая основа того, как спрогнозировать, понять, что цена сейчас будет расти или падать на тот или иной финансовый инструмент. В общем-то, сама суть анализа и прогнозирования равна любой бирже, то есть какой бы инструмент, акцию, криптовалюту, валюту вы бы не использовали, суть всегда остается такой же. Огромное количество стратегий создаются каждый день, их задача находить самые лучшие точки входа, то есть банально, если мы посмотрим на график наших валютных пар, давайте перейдем, к примеру, на 15-минутный график таймфрейм, то понятна история, что на истории, опять же, можно сказать, вот здесь бы классно было купить. То есть на истории мы видим четкие точки, с которых пошел рост или снижение курса. Так вот, если вы трейдер, то вам необходимо уметь это делать до того, как вы, собственно говоря, все это дело увидите. То есть непосредственно вот в текущей точке, можем посмотреть вот сейчас, да, и вот нам сейчас нужно определить, куда же цена пойдет дальше, вниз или вверх. Вот это и есть задача, собственно, трейдера. Каждый день, если вы торгуете внутри дня, то каждый день вы отвечаете себе на вопрос, а что я буду делать, покупать или продавать. Стратегии существуют абсолютно разные. Кто-то торгует по тренду, кто-то торгует непосредственно на флэтовых участках рынка, кто-то это все дело комбинирует. Возможностей и подходов того, как вы будете зарабатывать, на самом деле, огромное количество. Наша задача сегодня разобраться в основных нюансах, построить некоторый такой фундамент у себя в голове, на основе которого в дальнейшем мы уже будем строить свои прогнозы и, соответственно, зарабатывать деньги. Я хотел бы начать со снов, а основа в любом рыночном анализе это, конечно же, тренд, то есть понимание того, в каком направлении движется выбранный нами валютный инструмент. Простыми словами, тренд это то, куда смотрят все. То есть, если мы, опять же, перейдем на график, перейдем в какой-нибудь там недельный таймфрейм, то плюс-минус здесь нам будет понятно, что вот здесь цена долгое время росла. Соответственно, большая часть людей, которые посмотрят на график, примут решение, да, скорее всего, имеет смысл покупать. Это так называемый, опять же, эффект толпы. То есть, банально, если вы идете по улице, к примеру, там, Новый год скоро, да, видите, что кто-то продает елки, а чаще всего вы более заинтересуетесь теми елками, где будет самая большая очередь. По сути дела, это и есть некий тренд. То есть, если много людей хотят заинтересованно купить, соответственно, мы имеем повышательную тенденцию, то есть бычий тренд. На бирже эта история разделяется такими двумя животными, да, если рынок, собственно говоря, падает, то у нас медвежий тренд. То есть, медведь свою добычу, он на него наваливается. Если у нас рынок растет, соответственно, это бычий тренд, потому что бык со своей жертвой делает, что он ее подкидывает. Поэтому в трейдерском сообществе принято, в общем-то, так и называть бычий тренд или медвежий. Но с другой стороны, здесь же также мы можем отметить, что есть некое снижение. То есть, вроде бы, с другой стороны здесь тренды медвежий. Также мы можем определить некие границы канала, да, то есть, если вот я уровни сейчас эти подвину, то, в общем-то, можно легко заметить, что здесь есть некое движение в канале цены. Да, поэтому чаще всего трейдеры, которые торгуют уже ищут флэт-канал, а здесь скорее будут рассматривать продажи, потому что мы коснулись верхней границы этого канала. Поэтому давайте разберем основные правила того, что такое тренд и что такое флэт, чтобы вы четко всегда могли определить, в каком положении рынка сейчас вы торгуете и, соответственно, исходя из этого, уже принимать свои торговые решения. Итак, так называемый бычий тренд можно определить достаточно просто, если просто посмотрим на график и на повышающиеся минимумы. Смотрите, как это выглядит. Вот у нас идет некое движение, и мы видим первую коррекцию. Наблюдаем дальше. Дальше, допустим, цена пошла дальше вверх и опять делает коррекцию. Опять же наблюдаем. И вот только в момент, когда, соответственно, будет пробит локальный максимум, мы понимаем, что у нас есть минимум 1, минимум 2. Последовательно повышающиеся минимумы означают бычий тренд. То есть в этот момент мы можем сказать, да, у нас бычая тенденция, у нас бычий тренд, у нас повышательское настроение на рынке. Обычно тренд смотрится с более высоких таймфреймов. То есть, к примеру, если мы торгуем на таймфрейме M15, то тренд мы будем смотреть примерно где-то с часового графика. То есть я хочу, чтобы вы этот момент очень хорошо для себя усвоили. Один таймфрейм – это тот, на котором мы торгуем и ищем, собственно говоря, точки входа. Другой таймфрейм – он создан для того, чтобы мы могли определять тренд. То есть в каком направлении мы будем искать наши торговые сигналы. Таймфрейм для определения тренда всегда должен быть на 2-3 уровня выше. То есть если я, к примеру, торгую на 15-минутных графиках, то однозначно тренд я буду смотреть с часовых или 4-часовых. Таким образом я могу посмотреть с большей дистанции, с большей историей, что действительно происходило. Потому что в моменте, если я, к примеру, вообще на минутные графики перейду, ну здесь очень сложно будет понять, что здесь действительно происходит. То есть я здесь могу посмотреть вот раз максимум. Ну давайте, раз уж мы сейчас бычий тренд рассматривали. Вот у меня раз минимум, вот у меня два минимум. И, казалось бы, да, я тут имею право покупать. Но проблема в том, что если я перейду, к примеру, на дневной график, то здесь у меня уже скорее тренд медвежий. Как мне здесь быть? Да, очень часто трейдеры сталкиваются вот с такими моментами, что вроде бы с одной стороны он бычий, а с другой он медвежий. Вот именно ровно по этой причине, в общем-то, большинством трейдеров принята эта история, что мы просто переходим на более старший таймфрейм. Чем старше таймфрейм, тем показатели считаются надежнее. Теперь давайте разберем тренд медвежий. Он выглядит примерно так же, просто наоборот. То есть у нас идет некое движение вниз, мы ждем, ждем коррекции. Коррекция осуществилась, пробился ли ближайший минимум. Дальше, соответственно, ждем следующей коррекции. Если эта коррекция также завершается тем, что цена пробивает ближайший локальный минимум, то таким образом мы видим, что у нас последовательно понижающиеся максимумы. Если такая картина у нас происходит, мы определяем, что тренд у нас медвежий. Ну а как же понять, когда на рынке, собственно, происходит флэт, да? То есть движение ни туда, ни туда. То есть такой момент происходит, когда по верхним точкам, они медведи называются, да, те, кто продает, соответственно, медведя здесь продают и, соответственно, по нижним точкам быки выкупают, да? То есть покупатели считают вот эту цену для себя достаточно приемлемой. То есть все хотят что сделать? Продавцы продать дороже, покупатели купить дешевле. Ну вот и получается такое, что есть некая цена, по которой все участники рынка плюс-минус в своем большинстве или как минимум большими объемами здесь, соответственно, по этим ценам выкупают. А вот по этим ценам они же сами уже могут, собственно, превращаться уже в продавцов и, соответственно, по этим ценам продавать. В такой ситуации цена никуда не движется. То есть она болтается между вот этих вот двумя, двух границ каналов. Самая, наверное, популярная стратегия среди трейдеров, особенно новичков, это именно поиск подобных вот флэтовых участков, потому что на них очень достаточно легко и просто предсказать, в каком направлении пойдет цена. Потому что если мы видим цену, по которой все продают или цену, по которой все покупают, то, естественно, что если мы здесь снизу купим, скорее всего, мы заработаем на росте. Если мы здесь сверху продадим, скорее всего, мы заработаем на снижение валютного курса. Но как же понять, опять же, да, потому что вот так тоже можно сказать, как угодно, флэт это движение между двумя границами. Нужны понятные истории, четкие правила того, как мы будем определять флэт. Вот давайте я вам сегодня расскажу и об этом. Давайте начнем с нашего же первичного примера. Вот мы видим некий рост и думаем, что, наверное, складывается бычье движение. Но у нас не хватает минимумов для того, чтобы четко сказать, что это бычий тренд. Поэтому мы ждем дальше. Дальше цена, соответственно, продолжает коррекцию. И где-то в какой-то точке начинает, собственно, тормозиться. Смотрим. Не очень понятно уже, да. Скорее медвежье какое-то формируется. Но цена идет дальше вверх. И вот этот минимум, максимум, да, по факту может обновить, может, ну, далеко не уходит, да. Начинается новая коррекция, какое-то новое движение вниз. И вот для нас очень важно с вами здесь найти просто вот эти вот три точки. Точка 1 экстремум, 2 экстремум, которые примерно по одной цене. То есть трейдинг наука не точная. Здесь просто нужно визуально посмотреть на графику, как мы сейчас можем сделать. Вот мы видим раз точка, два точка и три точки посередине между ними, да. Соответственно, мы можем провести некую. Вот здесь у меня стоит уже уровень красный. Вот здесь я снизу поставил, да. И, соответственно, я прекрасно понимаю, что по нижней точке, вот с этого момента, я понимаю, что на каждом касании я могу, соответственно, здесь покупать. И, в общем-то, здесь почти 3000 пунктов на каждом касании вот этой нижней границы. Хорошо это работает, достаточно хорошо. В дальнейшем цена пробивает, соответственно, эту нижнюю границу. Видно, что здесь она ее, ну, это называется ретест. То есть пробой уровня, когда цена зашла за уровень и потом к нему вернулась. Здесь застопорилась и пошла дальше вниз. То есть вот это уже подтверждает некое начало, опять же, ну, в данной ситуации медвежьего тренда. Ну, об этом мы сейчас не будем говорить. Давайте разберемся непосредственно в том, как же понять, что на рынке флэт. А понять это достаточно просто, да. Нам необходимо два экстрема выше и, соответственно, третий экстрем между ними. Либо будет другая картина, да. То есть движение раз, движение два. Соответственно, у нас два экстрема будут ниже. Один, два. И третий, соответственно, посередине между ними. Здесь мы проводим некие границы, уровни. И, соответственно, в дальнейшем просто ждем, пока цена подойдет к одной из границ. Если она подходит к верхней, мы рассматриваем продажи. Если она подходит к нижней, мы рассматриваем покупки. Но основная история того, как же определить тренд, это как раз-таки понимание того, что у вас в данной ситуации не обновляются минимумы и максимумы. Наоборот, у вас есть некое застопорение цены. То есть у вас есть два экстрема сверху или снизу. И, соответственно, противоположные между ними. Вот эта конструкция определяет то, что у вас вы сейчас торгуете флэт. То есть нет смысла использовать, к примеру, трендовые стратегии в прошлую часть. Вот мы разбирали с вами математический вариант сопровождения. То есть вот здесь, к примеру, систему переворота использовать достаточно опасно, потому что будет набираться очень много ордеров. А вот усреднение в формате того, чтобы докупать где-то, если вы, допустим, здесь где-то купили, то, соответственно, если даже цена пошла в обратном направлении, вы прекрасно понимаете, что где-то от нижних точек здесь можно будет докупить и, скорее всего, будет возврат, потому что мы здесь находимся на флэтовом участке. Вот понимание вообще того, флэт сейчас или тренд, уже позволяет вам выбрать грамотный инструмент сопровождения вашей торговой позиции. Также одним из самых популярных инструментов трейдеров в формате определения тренда являются индикаторы. То есть мы можем делать следующее дело. Нажимаем вставку, находим индикаторы. И здесь у нас есть сразу же параметр такой, то есть список индикаторов, которые мы можем использовать для определения тренда. Самый популярный, это, конечно, Moving Average, это скользящая средняя. Давайте ее найдем. Вот она здесь. Нажимаем Moving Average, и мы просто получаем такую среднюю линию. Среднюю цены, да? И, соответственно, как по ней определяют трейдеры тренд? Если цена находится ниже этой линии, соответственно, тренд медвежий. Если цена находится выше, соответственно, тренд бычий. Многие на этой базе даже просто используют банальные классические советники. Они, по-моему, даже встроены в терминал мета-трейдер. То есть на закрепление цены выше скользящей средней, соответственно, открывается покупка. На закрепление ниже скользящей средней открывается продажа. Некоторые так торгуют, это не очень прибыльная стратегия Точнее, если ее использовать на высоких таймфреймах, это будет работать вам в прибыль Единственное, что заработок будет не очень велик Поэтому по большей части трейдеры используют просто как вспомогательный инструмент Посмотрев на положение цены относительно скользящей средней, можно сразу же сказать, допустим, бычий или медвежий тренд Более профессиональные трейдеры используют, конечно же, нашу систему Big Trader и Big Scalper Которые самостоятельно анализируют рынок и, соответственно, в табло у вас сразу же будет надпись, какой сейчас тренд Теперь давайте о самом, наверное, важном Антон Рожновский, не Антон Рожновский, если мне расскажет вам про уровни Это всегда является самой главной частью составляющей моих стратегий Без уровней я никогда не торгую, без уровней я вообще не понимаю, как торговать Потому что уровни мне позволяют делать абсолютно все Искать точку входа, то есть момент, в который я открываю позицию Определять приказы стоп-лосс, то есть где я буду фиксировать убыток по этой позиции Либо, соответственно, определяю уровни, по которым я буду выставлять ордера усреднений отложенные Также с помощью уровней я определяю цель по сделке, то есть там, где я буду фиксировать профит Кроме того, по важным уровням часто можно даже определить текущий тренд Бычон или медвежий Давайте рассмотрим, что это такое, чтобы вам плюс-минус было понятно, как вообще строить и искать уровни Один из самых основных уровней в трейдинге, это, конечно же, импульсный уровень То есть мы видим некое движение цены и смотрим, откуда оно пошло Вот эта точка начала движения будет являться уровнем Потому что любой Вася и Петя, который будет открывать торговый терминал Он всегда будет это видеть То есть когда цена будет возвращаться в дальнейшем, в будущем к этой ценовой отметке Он будет смотреть, ага, а вот с этой цены в прошлый раз быки выкупали Значит, наверное, здесь тоже очень много вероятно будет рост И за счет того, что таких Вася и Петя очень много Они начинают создавать спрос на данный валютный инструмент И, соответственно, конечно же, здесь как минимум некая коррекция будет То есть это всегда очень хорошие точки для того, чтобы в дальнейшем здесь покупать Следующий вариант уровней Это уровни по большому количеству касаний То есть раз было касание цены, два, потом куда-то цена ушла, опять что-то коснулось То есть минимум три-четыре касания позволяют нам верить в то, что здесь действительно очень важный уровень И здесь в нашем примере, к примеру, продавцы постоянно распродают активы Ну и также уровни, которые я очень люблю и постоянно использую Это уровни предыдущего дня Их мне, наверное, лучше показать вам непосредственно на графике терминала Перейдем с вами на часовой таймфрейм Уберу нафиг этот индикатор Я, кстати, индикаторы вообще не использую в своей работе, если кому интересно Соответственно, увеличиваем Ну так просто, примерно, чтобы нам было видно И вот эти уровни, они практически всегда очень хорошо работают И сцена до них доходит Это уровни максимума предыдущего дня То есть где цена была за вчерашний день, максимальное ее значение Уровень минимума вчерашнего дня Соответственно, та цена, по которой за прошлый день быки все дело выкупили Да, и обязательно выставляя уровни закрытия вчерашнего дня И, соответственно, конечно же, уровень открытия То есть можно даже сегодня заметить, что цена на подходе к максимуму вчерашнего дня Уже делает некую коррекцию Эти уровни использовать обязательно Они очень хорошо работают Тот, кто их не использует, теряет очень большие возможности заработка Ну и в завершение давайте я расскажу несколько слов о том, что же такое пробой уровня Отскок от него Основные такие элементы того, как вы можете входить в торговые позиции Если вот открыли терминал и вот очень хочется горит у вас открыть торговую позицию Изначально первое, да, вот я использую У меня есть такое правило трезубцы, я его так и называю Потому что состоит оно из трех частей Первое, что вам необходимо сделать, это, конечно же, определить тренд Как я уже говорил, вариаций того, как вы его будете определять, огромное, блин, количество Тут невозможно просто все это уложить в рамках одной лекции У меня масса платных стратегий, которые вы можете изучить в каждой из них Часто понимание тренда, понимание в каком направлении торговать очень сильно отличается Потому что подходов огромное количество Это не значит, что какой-то работает лучше, какой-то хуже Просто их действительно много Тут уже выбирайте свой вкус и цвет Ну, основные, как я уже говорил, да, это обновление максимумов и минимумов Это, соответственно, использование индикатора Moving Average И это также может быть торговля на отскоке от границ канала То есть вы просто должны понимать общее настроение рынка И определить для себя, да, будете вы сегодня покупать или продавать первый вопрос, который вы должны себе ответить Это не значит, что вы прямо сейчас будете сделку открывать Вы просто должны понимать, в каком направлении вы будете искать эти сделки Дальше, что нам необходимо сделать Это, конечно же, построить уровни Уровни, ну, основные модели того, как строить уровни, я вам показал На самом деле их огромное количество Есть даже закрытые технологии по типу Big Trader и Big Scalper То есть вы арендуете эту систему, она автоматически выстраивает вам уровни И со временем их, соответственно, корректирует Это закрытая информация, авторский алгоритм То есть в формате RS уровней вы можете их найти только в данных системах На мой взгляд, это сейчас самая рабочая история И, соответственно, третий момент, который вам необходим Это, опять же, использование либо индикаторов в качестве точки входа Либо паттернов, то есть отображения Мы сейчас несколько паттернов с вами разберем обязательно Либо любое другое поведение цены То есть банально в техническом анализе считается, что история повторяется То есть если это отработало вчера, скорее всего, отработает и сегодня Поэтому третью я просто назову паттерны Потому что я в основном использую именно паттерны в формате точек входа Не очень у меня красиво получается мышкой писать Ну, надеюсь, здесь понятно, да? И, соответственно, паттерны у нас являются уже подтверждением и тренда, и уровня Как это на самом деле происходит Вот смотрите, вы выстроили уровни у себя на графике Вы молодец, вы начинающий профессионал И определили тренд Он у вас, к примеру, бычий Хорошо, как же нам входить в позицию? Нам необходимо дождаться, пока цена пробьет один из этих уровней И, соответственно, к нему вернется Для чего это требуется? Когда мы видим возврат к уровню, мы здесь можем наблюдать Будет ли этот уровень защищаться То есть если здесь появляются паттерны Ну, давайте основные там Пин-бар, да? Такая свечка с маленькой головой и большим хвостиком Может быть также и наоборот она В нашей ситуации нам необходима вот такая вот свечка Пин-барчик, да? То есть это что нам означает вообще? Что этого? О чем это говорит? Так, говорит, эта свеча показывает на то, что здесь кто-то выкупает То есть вот этот вот хвостик Непосредственно обозначает, что цена была здесь в нижней части Но не закрепилась То есть ее здесь покупатели выкупили И в итоге она закрылась Собственно, выше, ниже не имеет особенно большого значения Но если вы видите большое количество Ну, давайте просто на графике посмотрим Вот здесь, к примеру, мы видим, да? Очень большие свечи Очень большие тени То есть мы понимаем, что с этой точки кто-то выкупает Понятная история, что где-то здесь на закрытии этой свечи Имело смысл покупать, соответственно, данную валютную пару Также мы можем отметить здесь Идет некое повышательное движение обыча, да? Но очень огромные тени, да? То есть кто-то здесь постоянно распродает Ну, несложно было предположить, да? Что на следующий день цена уже пойдет вниз Соответственно, мы с вами увидели, что цена пробила уровень То есть это подтверждение нашего бычьего тренда Дальше мы видим, что на возврате к этому уровню Появляются некие паттерны, тени, там, да? Соответственно, здесь кто-то выкупает То есть кто-то этот уровень защищает Этого нам достаточно для того, чтобы, собственно, открыть торговую позицию Дальше уже по уровням мы будем смотреть То есть если цена подходит к уровню И появляются разворотные паттерны То есть обратные, да? То есть, к примеру, у нас тени пошли с другой стороны Возможно, позицию имеет смысл прикрыть Либо перевести стоп-приказ непосредственно в точку открытия Если паттернов разворотных нет Мы, допустим, можем ждать подхода к следующему уровню и так далее Можно здесь и пирамидинг использовать Мы с вами разбирали в прошлой части данный алгоритм сопровождения позиций Но очень важно понять, что практически любая моя стратегия В том или ином виде, как бы они ни отличались Все сходятся в одном Для начала мы определяем тренд, то есть в каком направлении мы торгуем Дальше мы ищем уровни и ждем, пока цена подойдет к этим уровням И уже на подходе к уровню мы смотрим Появляются ли какие-то сигналы защиты этого уровня То есть действительно ли кто-то удерживает цену Вы можете использовать не только паттерны Вы можете использовать банальные индикаторы Коих огромное количество и в интернет, и в самом терминале MetaTrader Я просто ориентируюсь на непосредственно рынок То есть я смотрю на поведение цены На то, что происходит непосредственно здесь Индикаторам я не очень доверяю, потому что по большому счету Это просто измерение того, что было в прошлом Относительно сегодняшнего дня Но сегодня могут быть совершенно другие игроки Совершенно другие объемы, которые плевать хотели на то, что было в прошлом Ну и соответственно есть другой вариант Когда у вас цена находится, к примеру, где-то в этом положении Вы понимаете так, что вам надо покупать Но уровни у вас, к примеру, находятся ниже То есть это называется отскок То есть когда цена все равно падает, несмотря на то, что у вас тренд бычий И на подходе к уровню вы видите, что она здесь застопорилась То есть опять же появляются некие паттерны Возможно какие-то индикаторы указывают вам здесь, к примеру, на покупку И вы понимаете, что этот уровень защищается И можно здесь также соответственно покупать То есть вот эта работа называется на пробой Я в своей работе в основном люблю использовать именно пробои Отскок я не очень уважаю Но здесь, как говорится, на вкус и цвет То есть есть один вариант Это пробой, это когда цена пробивает уровень К нему возвращается И здесь уже его покупатели, к примеру, не пускают То есть появляются какие-то паттерны И мы видим, что цена застопорилась Хорошо, это большой показатель того, что скорее всего она продолжит свой рост Есть другой вариант Это непосредственно отскок Это просто цена падала и в какой-то момент ее что-то остановило Но также имеет смысл, да, если здесь есть паттерны Если тренд соответствует, несмотря на вот это вот краткосрочное снижение То, соответственно, конечно же, да, мы можем здесь купить Очень важно для вас понимать, что цена на рынке ходит от уровня к уровню Все, что между уровнями, это хаос То есть я очень не рекомендую вам никогда в своей жизни Даже не экспериментировать так делать Никогда нельзя на рынке открывать позицию не от уровня То есть где-то в середине Всегда смотрите на то, как цена реагирует на то, что, собственно, вы подошли к уровню Возможно, этот уровень уже дальше цену не пустит То есть здесь очень важно комбинировать Чтобы тренд уровня и реакция цены на уровни совпадали Вот если этот трезубец совпадает Это отличная возможность для того, чтобы открыть вашу сделку На этом краткий курс новичка в трейдинге, я считаю, у нас подходит к концу Думаю, что вы много чего изучили Научились пользоваться терминалом Научились анализировать рынок Открывать сделки и, собственно, даже ими управлять Я желаю вам успехов на этом пути И новых побед, которыми вы обязательно должны будете с нами поделиться Всем большое спасибо за внимание И до встречи на рынке